Всем привет! Продолжаем знакомиться с известными художниками, знаменитыми. Сегодня я хочу вам представить некоторые картины и, наверное, немного познакомить автобиографию знаменитого французского художника, художника-живописца, видного представителя французского академизма второй половины 19 века Вильяма Адольфа Бугро. Технически безупречные реалистичность изображения Вильям Бугро регулярно выставлялся на салонах, некоторое время слыл самым знаменитым мастером кисти во всей Франции, а также в Англии и США. Я беру данные из Википедии. Сторонник академизма Бугро отрицал новые художественные направления, в том числе импрессионизм, и регулярно препятствовал показу произведений новейших стилей в рамках салона. Бугро был последовательным при рафаэлитов. Это направление в английской поэзии и живописи во второй половине 19 века с целью борьбы против условностей викторианской эпохи, академических традиций и слепого подражания классическим образцам. По рафаэлиты это название должно было обозначать духовное родство флорентийскими художниками эпохи раннего возрождения. Бугро украсил несколько парижских церквей религиозными композициям в этом стиле. С 1875 года, а художник родился 30 ноября 1825 года, так вот Бугро преподавал в школе Жулиана. А школа или академия Жулиана это частная академия художеств Парижа, которая была основана художником Рудольфа Жулианом в 1868 году и в 19 веке была крупнейшим конкурентом Парижской школы изящных искусств. Родился он во французском городе Ля-Рошель в семье торговца вином Теодора Бугро и его жены Марии Банин. Ну и достаточно рано проявил способности к рисованию. Когда ему исполнилось 12 лет, его отправили к дяде священнику, чтобы он набирался ума разума, получил образование. Через два года Бугро отдали уже на обучение в католический колледж в Поне, где его учитель в рисовании был Луис Эйдж, ученик Энгра. Я как-то рассказывал о этом художнике. Переехал в Париж. В Париже его учителем стал Франсуа Пико. Он же порекомендовал талантливому ученику поступить в школу изящных искусств. Бугро достаточно много писал, участвовал в конкурсе на соискании престижной римской премии, которая давала достаточно приличные деньги, можно было безбедно существовать. Но у него никак не получалось выигрывать этот конкурс. На третий раз судьба ему улыбнулась. Его картина с названием «Зенобия», найденная пастухами на берегу Аракса, дала ему возможность разделить эту римскую премию с художником Полем Бодрии. Через некоторое время Бодро приехал на Вилу Медичи. Это было в 1851 году. Подружился с пейзажистом Полем Кирзоном, с которым они вместе исколесили всю Италию. Были в Милане, Пизе, Помпее, Сиене. Ну и что мне кажется естественным, конечно, в Италии. Бугро влюбился в работы Микеланджело, изучал произведения Леонардо, восхищался Боттичили, Кареджо. Учился у Джота в мастерству передачи характера персонажей посредством жестов, изображением фигур движений и проработкой мельчайших деталей. Когда он вернулся в Рим, начал работать над религиозными сюжетами. И со стороны церкви это вызвало позитивный интерес. Ну, не только интерес, но и заказы на оформление церковных интерьеров. В 1856 году Бугро получил почетную медаль Парижского салона за работу по оформлению особняка Бартолонии. У него были хорошие отзывы в прессе, заказы императора Наполеона Третьего, новые заказы на украшение церквей. В 1859 году за успехи на творческом поприще Вильям Бугро стал кавалером ордена почетного легиона. Серьезная награда. На вершине успеха Бугро начал отходить от исторических и мифологических сюжетов, отдавая предпочтение более легким темам. Это салонным и семейным сценкам, портретом, изображением крестьянов в народных костюмах. В 1863 году в салоне была куплена его картина «Святое семейство», которая украсила квартиру жены Наполеона Третьего, императрицы Евгении. А в 1864 году, практически через год, он написал первую работу в жанре Нью, картину «Купальщица», представленную на выставке в Генке, который тут же приобрел местный музей изящных искусств. В это же время он начал работу по оформлению Большого театра в Пордоо. За свою жизнь Бугро написал порядка 822 картин, кстати, многие из которых утеряны. Каждый день я иду в свою мастерскую полную радости. Вечером, когда вынужден остановиться из-за темноты, я едва могу дождаться наступления следующего утра. Если я не могу отдаться своей дорогой картине, я несчастен. Вот так говорил Бугро. Настоящий художник, я считаю. Действительно. С 1875 года мастер стал преподавать в Академии Жулиано, куда приезжали учиться мужчины, женщины со всего мира. К примеру, Академию посещал Анри Матисс. Его действительно учил Бугро. Бугро был академистом до мозга костей. И Матисс с негодованием покинул заведение. По всей видимости, конечно, Матисс не смог принять академизм Бугро. Я бы сказал, такой фотографический реализм картин Бугро. Известен факт конфликта между Бугро и Матиссом, которому учитель посоветовал не только тщательно изучать перспективу, но и вообще научиться держать в руках карандаш. Подобно всем академистам, основой живописной техники Бугро считал рисунок и, в общем, отвергал теорию, настаивая, что опыт приходит только с непрерывной практикой. Ну, действительно, наверное, это правильно. Так оно и есть. Недаром он преподавал в академии. И, как говорится, знал в этом толк. Чем больше работаешь, тем, конечно, лучше техника изображения. С 1876 года Бугро пожизненный член Академии изящных искусств. Скоро стал командором, а затем великим офицером Ордена Почетного Легиона. Я уже об этом говорю. Бугро был женал дважды. Первая спутница жизни 19-летней красавица-натуршица Маринелли Моншаблон. Стал официальной женой художника только через 10 лет после их встреч. Бугро купил участок в Париже на улице Нутердам-де-Шамп. Выстроил большой дом со студией на верхнем этаже. У семейства Бугро родилось пятеро детей, трое из которых умерло от туберкулеза. Но вскоре ушла и жена. Не стала Нелли Моншаблон. И через некоторое время Бугро принял решение жениться на своей любимой ученице и художнице Элизабет Джейн Гарднер. Помолка продолжалась 19 лет из-за сопротивления матери и дочери художника. Бугро и Гарднер поженились только в июне 1896 года. Скончался Бугро на руках Элизабет в 1905 году. Ну а что касается сегодняшнего времени. Борьба за живопись Бугро ведется не только между состоятельными коллекционерами, но и между богатейшими музеями мира. Модный дом Живанши, дизайнер бренда Рикардо Тиши, признался, что творчество французского художника сподвигло его на создание целой коллекции. Значительно переделанные фрагменты картин украсили некоторые рубашки, бомберы и футболки. Его творчество может характеризоваться как квинтэссенция живописи. Так написано в Википедии. Исследователи перечисляют его творчество к так называемому романтическому реализму, поскольку он, следуя приемам романтизма, предпочитал писать с натуры и воспроизводил внешность своих моделей с фотографической точностью. Действительно, посмотрите, потрясающая картина. Однако не принял импрессионизма, я уже об этом говорил, и различных новых направлений в изобразительном искусстве. Последовательно противостоял им, используя административные ресурсы, так как он занимал высокие должности в той художественной тусовке. Прошу прощения за это новое словечко, но оно, мне кажется, отражает суть. Ну, надо сказать, что в результате его борьбы с новым, после его кончины он оказался забыт. Долгое время в критической литературе воспроизводились только негативные мнения о его творчестве. Он воспринимался преимущественно как живописец жанра ню, потакавший самым низовым вкусом. Я думаю, что это не так, конечно. Но талант есть талант. Угро только с 80-х годов, 1980-х годов, стал рассматриваться как один из крупнейших живописцев 19 века, воспитавших многих известных художников. Среди которых Андрей Матисс, Феликс Валдеттон, Вильгельм Лист, Димитрия Пачуря, ну и другие. Ну и вот, напоследок, некоторые его такие интересные факты биографии. С началом французско-прусской войны Бугро эвакуировал семью в Британь, сам остался в Париже. Во время осады города вступил в национальную гвардию рядовым. После провозглашения Парижской коммуны он бежал в Ларошель и воссоединился с Семиевой. Я понял, что картины с ужасными, дикими, героическими сюжетами плохо покупались, потому что публика предпочитала Венер и Амуров это высказывание Бугро. А что касается жанра ню, ну что к этому жанру он обращался время от времени, еще с 1860-х годов. Но эротическая жизнь использовалась большим спросом, он чувствовал конъюнктуру и в общей сложности около 10 процентов всех картин Бугро изображает обнаженную натуру. И вот, напоследок, то что он сказал в 1885 году в институте Франции. Старинное искусство показывает, какой нестащимый источник вдохновения находится в сравнительно ограниченном числе элементов. В голове, бюсте, руках, туловище, ногах, животе человека. Сколько шедевров создано, где использованы только они? Зачем тогда искать иные сюжеты для живописи или скульптуры? Ну, в общем, действительно, так оно и есть. Зачем искать иные сюжеты для живописи или искусстве, когда источник вдохновения находится в сравнительно ограниченном числе элементов в голове, бюсте, руках и туловище, ногах. Молодец! Итак, сегодня мы познакомились со знаменитым художником-живописцем Вильям Адольфом Бугро, видным представителем французского академизма второй половины 19 века. Все-все, пока, всем привет, до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok